МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Полошин Сергей. Я работаю руководителем группы защиты производства систем в компании «Семсталь». Я руковожу подразделением, отвечающим за безопасность производственных систем. У нас отдельно подгруппа выделена в управлении информационной безопасности. У нас было три этапа. Первый – это обучение, второй – это киберполигон, стенды, и третий – это самый главный этап, это редтиминг, в рамках которого у нас эмулировались АПТ-атаки на реальную инфраструктуру нашу. То есть у нас блютим к третьему этапу их должна была предотвратить, расследовать. То есть если какие-то атаки привели к эффектам, то мы должны были провести восстановление инфраструктуры. Если рассматривать киберполигон, то у нас опыт большой в этом направлении. Но опыт был только ИБ-шный. Здесь мы формировали уже блютим с составом IT и СУТП. Соответственно, для этого мы так и делали. У нас были ошибки в процессах организации, таких вручений. Во-вторых, мы выявили некоторые недостатки в наших внутренних процессах по реагированию. И даже некоторые процессы связаны, не то что процессы, а некоторые на столько наших средств защиты. То есть польза, я считаю, колоссальная была. За то время, сколько было проведено вот это мероприятие, это хороший показатель для нас. У нас еще рейтиминг, мы бонусом получили независимую экспертизу внешней компании по оценке защищенности нашей инфраструктуры. В отличие от пин-тестов, где блютимом не реагирует, то есть мы здесь честно такую картинку, как вот если бы реально атаки произошли, сколько времени не заняли, какое предотвращение, какое время реакции. То есть вот, я считаю, честный, взвешенный анализ на защищенность. Если у вас более зрело выставленный процесс, если у вас есть средства защиты, если у вас там есть система мониторинга, то, в принципе, я бы, и раньше не проводили никаких таких мероприятий, я бы все-таки порекомендовал проводить его в формате рейтиминг. Если вы хотите планировать данное мероприятие на постоянной основе, то все-таки нужно двигаться в сторону киберполигона, потому что это менее трудозатратно на большом горизонте. Из ошибок, ну, в принципе, как я сказал, если нужно обучение, то оно должно быть разноплановым. Также нужно тщательно подходить к подбору команд. У нас очень много было коллег, которые реально пассажиры были в этих обучениях. И не стоит найти, возлагать функции по форензике. То есть это чисто эйбэшная тема. Не надо их этому учить. Поскольку у них опыта об этом не будет, они забудут через неделю все, что они обучили. Субтитры сделал DimaTorzok